Слава Иисусу! Давайте откроем 1 Тимофея, 4 глава. Негодных же бабьих басень отвращайся. В общем, почему бабьи басни среди мужиков бывают? Почему он так назвал разговоры мужчин? Вы знаете, самое интересное, что разговоры ни о чем ни к чему не приводят. Я хочу сказать, что некоторые любят так поговорить ни о чем. На телефон присесть так на час, и время так прошло. Правда? Час времени поговорил по телефону. И вроде все в порядке, вроде все нормально, все хорошо. Что надо было негодных бабьих басен избегать. Бегай этого. А что нужно делать, когда мы общаемся? Приходим в общение с братьями и сестрами. Вы знаете, есть кладезь мудрости. Ты черпаешь там, черпаешь, и ты ничего не можешь вычерпать оттуда. У каждого из вас есть внутри сокровище. У каждого из нас есть сокровище. Скажи, у меня есть это. У меня есть Дух Святой. У меня есть сокровище. Я вам хочу сказать, я хочу знать о том сокровище, которое есть у вас. Я хочу иметь это сокровище, которое вы можете делиться. Библия говорит, не мечите бисера перед свиньями, то есть жемчуга своего. Не давайте свиньям, они попрут вас. Они потом будут на вас наезжать. Но самое интересное то, что этот жемчуг, это то сокровище, которое вы имеете. И мы можем этим сокровищем делиться. Знаете, как нумизматы, они делятся, они показывают монетки и рассказывают. О, у меня есть такая, а у меня есть вот такая, а у меня есть вот такая. И они рассказывают о этой монете, они могут рассказывать даже предысторию. Когда она создана, кем создана, вообще как была. И у кого он купил последнюю ее. Это смысл. Мы, знаете, мы как те, которые носим те сокровища, но мы не рассказываем о них. Мы не делимся ими почему-то, потому что мы заняты чем-то другим. Бабьями баснями. Негодных бабьей басней удаляйся. Не нужно такого. Не нужно. Вы знаете, бабьи басни – это уже привычка. Когда ты выходишь на улицу, с бабушками садишься, они разговоры об одном. Знаете, о коммуналке, о том, о том, о том. На работу приходишь, о том же самом разговоры. И ты бабьи басни эти бабьи басни. И уже надоело эти бабьи басни. Слушай. И в церковь приходишь, и те же бабьи басни. На домашнюю группу пришел бабьи басни. Нет, мы не такие, правда? Библия говорит, удаляйся от таковых. Потому что они ничего хорошего не производят. Евреи, знаете, они говорили о своем. Они говорили о законе и о том, как не исполняли. Тоже бабьи басни. А ты упражняйся в чем-то. То есть, другими словами, начни тренировать себя. И я вам хочу сказать, что цель нашего собрания в церкви – это тренировка. Я тренирую себя. Приходя в церковь, я тренирую себя досидеть до самого конца. Вы знаете, некоторые пришли, которые занимались у нас теннисом большим. Я помню, что когда человек занимался теннисом большой, круто так было. Я помню, он начинал, через месяц его не стало. Пришел, а мы уже все заслуженные. Те, кто дошли до конца, так вообще стали. Там чуть ли не первыми ракетками. Но смысл не в том, что люди не доходят до конца. Мы можем что-то начать, не закончим. Но не на начало самое важное, правда? А конец. Делая дело, мы должны дойти до конца. Планирую о конце. Правда? Негодных бабик басень удаляйся. Они тебя отвлекают от самого главного. Они отвлекают тебя, чтобы ты дошел до конца. Потому что они не производят ничего хорошего. Сесть, вот сидят, когда бывают два человека вместе, идет проповедь. Я вижу, кто-то на ухо шепчет, уже обсуждает что-то. Что-то не понравилось ему. Ну, ничего. Вместо того, чтобы отсесть, если ты открываешь свое ухо, через время ты начнешь критиковать проповедь, даже которая шикарная и прекрасная, которая могла бы изменить твое сердце. Негодных бабик басен. Басни всегда будут. Рассказы, которые могут заинтересовать тебя, заинтриговать, сделать тебе даже плохо, будут. Или хорошо. Приятно какое-то время. Но, а упражняй себя в благочестии. Ибо телесные упражнения малополезны. Что, бабьи басни – это телесные упражнения? Это упражнения в риторике, говорении. Знаете, есть люди, у которых язык подвешен. Они могут заговорить любого, обсудить любого, рассказать о любом – все. Баби и басни. Есть бабушки, есть в Фейсбуке такое судилище. Бабушки сидят на скамеечках. Это как дорога суда. И кто проходит, попадает в это судилище. Вы знаете, я понимаю, что это неправильное отношение. Мы должны научиться тренировать себя в правильных вещах. Даже если у тебя был подвешен в мире язык на то, чтобы кого-то обсудить и кому-то сделать хорошее или плохое, или сделать неправильные вещи, делать просто своим языком, ляпать не нужно. Упражняй себя в благочестии. Это к этому говорится, кстати. Тут не о физическом упражнении говорится. Тут говорится о том, что ты можешь говорить правильно. Говори в свою жизнь и делай все правильно. Начинай с правильных вещей. Вы знаете, некоторые пытаются… Оно полезно. Почему? Потому что депутатами можно стать, обманывая всех. Правда? Там басин много. Там такого рассказывают. Но это не полезно. Оно не полезно вообще даже. Тут написано «мало полезно». Мало полезно к чему? Оно, может быть, будет полезно, когда ты прозреешь и поймешь, что это не важно, потому что есть важные вещи, намного важнее, чем что-то. Ибо телесные упражнения мало полезны, а благочестие на все полезно. Имея обетование жизни в настоящее и будущее. Скажи, обетование, настоящая жизнь. Оказывается, есть благословение в настоящем. И вот я хочу показать вам благочестие. В чем благочестие заключается? Я с Наташей сегодня обсуждал это. Вы знаете, когда мы что-то делаем, мы что-то даем, служим финансово, духовно. Мы служим людям. Правда? И даяние, оно имеет такую способность, когда ты даешь, вы знаете, мы ложим в корзинку десятину, и вот так сразу. Это неплохо, с одной стороны. Это тренирует тебя, что тут не упадет ничего. Правда? Все в порядке. Ну, держи на всякий случай. Может, когда-то упадет. Декторы так ложат и сразу ожидают. Оно не происходит так. Но когда ты тренируешь себя, ты понимаешь, что Бог тебя благословляет чем-то другом. Кто-то тебя хорошо натренировал. И ты уже ложишь финансовое свои благословения, и ты понимаешь, что Бог благословил тебя в семье, Бог благословил тебя на работе. У тебя даже есть устройство там, где нет ни у кого устройства. Потому что Бог с тобой. Обетование, будущее, работа и настоящее. Потому что Он сказал, тренируй себя в благочестии. Знаете, некоторые люди думают, что давать – это не благочестие. Благочестие – это когда ты даешь вдовам, сиротам, смотришь за другими людьми, заботишься о других людях. И вы знаете, когда ты делаешь это постоянно, ты не ожидаешь, что ты получишь сразу. Но Библия говорит, Он дает взаймы Богу. Кто из вас хочет давать взаймы Богу? Ну, не держи его так вот сразу. С другой стороны. Знаешь почему? Потому что Бог не даст. Он тренирует тебя для того, чтобы ты принял от Него. Потому что когда Он даст по-настоящему, Он благословит тебя так, наполнит тебя так, что ты не сможешь уже и принять. Но Он тренирует тебя, чтобы ты научился благословлять даже тогда, когда у тебя нет. И когда Он смотрит на вдову, которая пожертвовала все свое припитание, Он сказал, она больше всех вдов. Она тренирует тебя. Есть тренер, который может натренировать тебя. Есть тот, который может дать тебе силу и благословение. И я вам хочу сказать, мы приходим на домашнюю группу, мы собираемся, и мы начинаем молиться о нуждах, о братьях, о сестрах. И вроде мы загораемся проблемами чужих людей и думаем о чужих людях. Но когда-то, в какое-то время, когда мы становимся в проблеме, кто-то начинает заботиться о нас. Почему? По какой причине? Потому что Бог тренирует тебя для чего-то большего. Он хочет, чтобы ты получил благословение и сегодня, и сейчас, и в будущее. Смотрите, интересно. Слово это верно, и всякого принятия достойно. Он говорит, слушай, слово это верно. Почему? Потому что некоторые говорят, да не слушай его. Потому что некоторые думают, что то, что сейчас ты не получил, иди, вы знаете, я столкнулся, если Бог мне не даст сейчас, то я ничего не буду делать. Если бы Авраам так пошел за Богом, он не увидел своего благословения. Если ты не видишь своего благословения, тренируйся давать из того, что у тебя нет. Потому что у меня есть теща, замечательный человек, она сейчас с внучкой сидит больной. Очень прекрасный. Она всех зажгла своей дачей. Баршевский район, село Солычевка. Была моя дача. Мне она не нужна, говорит. Забирайте ее. Лишь бы меня не трогали. Четыре года. Вы знаете, поле, которое никогда не вспахивало. Четыре года мы выбирали оттуда перей, траву. Вы знаете, мы выкапывали оттуда картошку, картошка так вся проросла, этим перьем было. Это давно было. Через некоторое время, через лет 5-7, там уже хорошая картошка росла. А сейчас вообще сады. Она яблоки собирает и всем раздает. Нам не привозят, а всем раздается. Потому что, говорит, вы не ездите. Но самое интересное, то, что она ожидала оттуда. Не сразу. Если бы она получила сразу, она вкладывала в это, потому что она получала удовольствие от того, что она делала. Вы знаете, есть люди, которые не получают удовольствие от этого. Библия говорит, доброохотно дающего. То есть, человек, который получает от этого. Я еще не видел человека дающего, который получает удовольствие от этого. Представляешь, доброохотно, с удовольствием. любит бог не с огорчением не с принуждением а у нас в церквях раньше проповедовалось ты должен ты должен и такая тренировка это как будто тренер который знаешь садист такой пастырь садист тренер и он тренировал тебя неправильным вещам вроде и вы знаете них многие не выдерживали эти садисты многие не выдерживали этих служителей по какой причине они сбегали они уходили они не выдерживали по какой причине потому что они не но слово им надо было сейчас и сразу если ты меня сейчас не благословище они не готовы были дотерпеть до конца есть люди которые идут идут к цели определенной цели какая у нас цель прожить сегодняшний день хорошо на тренировал видите это тоже благочестие правда я ваш тренер в этом ибо мы для того и трудимся и поношение терпим чтобы что уповая на божию бога живого который есть спаситель всех людей особенно верный проповедуя это ключи будь верен будь верен в том что ты делаешь хочу сказать если ты натренировал себя не ожидая а получить сразу тебя придет правильные вещи знаете некоторые на тренировали себя добрым быть когда как тебе все злые правда улыбаться не мстит за себя это тренировка доброе благочестие правильное благочестие правда зуб за зуб око за око закон говорит это все к плоти а благочестие обсуди хотя бы перемой косточки ему а благочестие будет бог любит то есть другими словами благочестие она на все полезно она меняет нас она меняет мое сердце она изменяет меня и со временем она принесет плод в моей жизни как та земля которая барж она со временем принесла плод но она не сразу принесла она не сразу принесла хотя сразу она была хорошая торфянистая красивая и все вау какая классно но опытные сельчане там никто не садил кроме травы почему потому что надо на песка наносить бы я вам хочу сказать что теща моя она мудрая в этих отношениях я понимаю что надо дотерпеть до конца особенно кого скажи вверх верный в той деле которой ты трудишься будь верен малом и бог под над многим тебя поставят вы знаете когда он говорил это о верности он дал всего лишь иисусу христу 12 человек он сказал будь верен научись над этими будь верны хотя бы вот этим будь верен почему иисус являлся и да потому что они разбрелись но иисус остался верен будь верен сейчас третья часть мира она христианская она проповедует об иисусе христе они веруют в иисуса христа спасителя почему по какой причине потому что он был верен а я больше всего скажу скажу библия говорит о том пришествии иисуса христа всякое колено преклонится пред ним и всякий язык будет исповедовать его господом иисус господь сказал я не верю в мировую я верю в иисуса христа как бога и спасителя и он говорит о верности если ты хочешь быть верным будь благочестивым будь правильным черпай свое благочестие со слова божия научи себя вы знаете некоторые начали молиться по утрам это правильно вещь как вы думаете это тренировка благочестие правильное благочестие по полчаса по часу они молятся они промаливают все о них первое время смотрели на часы и когда пять минут прошло ты думал все конец да кто-то начинал нормально все а потом когда а сейчас уже ты не смотришь на время тебе можно молиться продолжать приходишь аллилуйя господь тут слава богу потом ты даже понимать начинаешь что-то своя жизнь моя жизнь начала черпать оттуда плот знаете иисус ходил на гору ночью молиться его не заставляли ему хотелось туда идти он не заставлял свою плоть даже кто-то думает иисус заставлял свой плоти он учеников плоти заставлял молиться а свою плотью не заставлял вы знаете есть благочестие которое заставляет на что-то делать первое время мы как будто делаем это по принуждению но со временем мы начинаем оттуда получать благословение открываются окна небесно вдруг да вы знаете у меня бог он очень особенного это на совершении и смотрите проповедую это он говорит и учи что делает проповедую это и учить бабе басни неважно хватит обсуждать ерунду лучше молитесь лучше читайте библию пребывайте в слове размышляйте над словом божиим вы знаете и когда ты начинаешь в этом пребывать в твоей жизни что-то начинает происходить первое меняешься второе меняется обстановка вокруг тебя ситуация ты уже смотришь на нее совсем по-другому правда ситуация и тут дальше он говорит да не пренебрегает никто юность у твоей ситуация поменим изменил как только ты участвуешь в их бабе басни ты не выиграешь их спор ты не будешь в них победителем они здесь круче чем ты но если ты пребываешь в благочестие пребываешь в откровении слова в молитве в постоянном пребывании того что ты приняла от бога ты будешь успешен да никто не пренебрегает юностью твоей но ты будешь будь образцом для верных слове в жизни любви в духе вере чистоте слой тут можно проповедовать целую проповедь об этом это благочестие да коли приду занимайся чтением наставлением и учением смотрите я заканчиваю я сегодня короткую проповедь да коли не приду занимайся есть вещи которые тебя должны занимать и должен занимать свой разум ты должен занимать свои силы ты должен занимать себя занимайся чтением наставлением учением кто-то не может читать библию они говорят я не могу читать слово оно мне непонятно слушай внимательно если ты хочешь поупражняться в благочестии заставь себя это чтение потом научись принимать наставление от других что такое наставление наставляй 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 себя в первую очередь словом научись занимайся наставлением наставлением и учением и он говорит есть то учения которое мы придерживаемся есть сто чего мы придерживаемся мы не обсуждаем закон, мы не держимся законных вещей, мы держимся определенных вещей, мы держимся благодати Иисуса Христа, мы занимаемся учением о крещении, кстати, запроводное крещение, вы помните, учением, и мы знаем, что ученичество, оно важно, потому что мы делаем таких же, как сами, и он говорит, когда-то это принесет тебе плод Тимофея, кто-то говорит, у Тимофея какая церковь была, Наташа? 60 тысяч человек, это одна из теорий, он преуспел заниматься чтением, наставлением, но вообще-то я подумал, он ходил с Павлом в Иерусалим, когда он мог успеть стать таким большим проповедником, он был благочестив, он занимался правильными вещами, он научил свой мозг занимать правильными вещами. Вы знаете, я столкнулся с тем, что люди любят обсуждать больше кого-то, чем самих себя менять. Они обсуждают охотнее какую-то ситуацию, которая сложилась с ними, и они винят в ком, кого-то, вместо того, чтобы изменить себя в той ситуации. Это всегда. Я такой был. И он говорит, Тимофей, меняй в первую очередь себя, потому что когда ты будешь считать, ты станешь наставником. Ты научишься наставлять, и ты станешь учителем, и потом у тебя будет плод, 50 тысяч, 60 тысяч. Не сразу плод, правда? А когда ты тренируешься и преподаешь, учишь, наставляешь. Вы знаете, целью мы должны пребывать в этом. Вы знаете, отпроповедовать одну проповедь легко. Даже один раз в воскресенье. А постоянно это делать, пребывать в этом постоянстве, это сложно, честно говоря. Дети болеют. Семья, жена, машина, квартира, ремонты, теща, тесть, собака, кот, брат, работа. Можно кучу проблем найти. А еще и с друзьями хочется посидеть. А еще хочется куда-то сходить, отдохнуть. У тебя ни на что времени нет. Но он не говорит, занимайся самообучением, самонаставлением, самосозиданием или отдыханием. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением. Знаете, где это происходит? Где он становится успешен? Служение и цель. Успех его должен быть очевиден для всех. Я хочу, чтобы ты преуспевал во всем. Есть моменты, когда мы преуспеваем, но не во всем. Мы преуспеваем в некоторых вещах. Мы переросли, мы чувствуем, что мы выросли как-то. Если ты вырос до такой степени, подтяни всех остальных, своему уровню. А если нет, занимайся силой, стильным, наставлением, учением. Значит, что-то не так. Негодный в бабе и в басе. Это телесное ухраждение. Это то, что не служит для благословения. Вы знаете, я склонен к тому, что в нашей жизни разговоры ни о чем, они занимают большую половину нашей жизни. Большую половину. Почему это происходит так? Дьявол хочет занять нас. И вы знаете, когда Моисей разговаривал уже с народом, я просто понимаю, что у него не было времени. Он говорил так четко, так ясно, так... Они его спрашивали только, что нам делать, куда пойти, что принести, как построить. Вы знаете, со временем он не тратил время на пустые разговоры. Нам хочется поболтать, нам хочется поговорить, но будь мудрый в этих вещах. Они не приносят пользу. Лучше в это время почитать. Я одного пастыря знаю, интересно. Он свидетельствовал о себе. Все играют в футбол, молодежь. А он читал Библию. У него сейчас церковь в Киеве около полторы тысячи человек. Он говорит, все, кто смотрели на меня и говорили, ну, он ненормальный. Он не такой, как мы. Все занимались своим, а он читал Библию. Он невидный. Разговор его... Мне тяжело его слушать, честно. А у него церковь в Киеве около тысячи человек. Сейчас. А те, которые играли с ним в футбол и приглашали его, ничего не достигали. Я хочу сказать о том, что... Да, может быть, ходят к нему в церковь даже, но он из другого района. Я знаю, откуда он. Но смысл о том, что Бог благословил его и дал ему желание это делать. Почему? Потому что упражняй себя в том, что назидает, что созидает твою жизнь, что благословляет тебя. Поэтому начни делать с малых вещей. Начни строить свою духовную жизнь Бога. Знаете, что Бог скажет? Открой домашнюю группу. Начни делать вот это. Начни служить там. Начни исполнять вот это. Оно вырастет до невероятных масштабов потом. Но упражняй себя. Продолжай упражнять благочестие. Тренировки не заканчиваются. Правда? Занимайся с ним постоянно. Это к лидерам домашних групп относятся. Потому что некоторые думают, что они уже достигли. Они взяли Бога за бороду. Они уже могут книги писать, читать, еще что-то. Да, не, серьезно. Ну, все, они уже Библию забросили, потому что это не важно. Они читают священную литературу. Знаете, почему? Все, что Бог дал нам, оно взято из Слова Божьего. Оно в этом мире создано все Словом Божьим. Если ты хочешь быть мудрее всех, занимайся с ним постоянно. Скажи, постоянно. Постоянно. Я хочу находиться в молитвенном состоянии, но я доколе не приду, занимайся чтением. Чтением. Ну, тут же не только об этом написано, чтением Библии. Он что-то имел в виду другое, наверное. Павел другого не имел в виду. Вы знаете это? Вы знаете, Павел никогда не говорил о других вещах. Если он говорил чтение, значит, это чтение. А бабьих басен, не, дорогие мои. Это все остальное бабьи басни. Все, что не, бабьи басни. Хорошо. Вы знаете, я преувеличиваю некоторые вещи, но я хочу, чтобы вам донесено было то, что обстановку вокруг себя можно изменить только когда ты можешь измениться сам. А без тренировок это невозможно. И надо тренироваться. Мы сейчас будем молиться. Тренировать себя, да? Чтобы слово пришло в твою жизнь. Мы сейчас будем прославлять чуть-чуть, немножко. Я хочу, чтобы ты что-то сделал. Когда мы будем поклоняться, ты должен что-то сделать в своей жизни. Ты должен стать на позицию. Ты стать в позицию нового человека. Я хочу изменить свою жизнь. Я хочу говорить духовно. Вы знаете, когда ты говоришь духовные вещи, оно работает. Встань и ходи. Это духовно. Возьми постель свою. Это духовно. А то, на каком языке общается айфон или же этот андроид, пишется, это не важно. Правда? Мы многие вещи можем сейчас обсуждать, и оно не важно. Это по работе, может, что-то тебя научит. Может, некоторые вещи, оно тебе поможет. Но когда мы приходим в церковь, мы тренируемся. Правда? Здесь я тренирую свой мозг для послушания Богу. И очень важно, когда я тренирую правильно, я пришел в церковь новую, измененную. Здесь учат Библию, здесь учат Слово Божие, и оно должно изменить меня. И я хочу, чтобы преуспевал я во всем. Преуспевал во всем. Ты должен преуспевать, скажи. Я должен преуспевать. Скажи себе. Начни тренировать свой мозг изучением, чтением, учением, наставлением. Начни тренировать. Когда ты тренируешь свой мозг Словом Божиим, ты начнешь наставлять других людей. Ты будешь свидетельствовать так, как свидетельствовали ученики их. И церковь начнет расти. Церковь не растет от того, что мы, как бы, хорошо принимаем. Можем говорить на их языке. Хорошо открыты на них. Мы благочестивы. Мы знаем Бога. Церковь от этого растет. Правда? Поскольку мы в Слове Божьем. Аминь. Если ты будешь пребывать в этом, Бог что-то изменит. Твои ситуации. В тебе самом. Во мне. Мне не надо будет сюда проповедовать. Честно приезжай. Не, я буду приезжать. Но тут будет куча очередь стоять проповедникам. Я хочу. Я первый, я второй, я третий проповедник. И не о басне говорить, а Слово Божье. Потому что басни, они не спасают. А Слово Божье, оно изменяет и спасает. Если ты сегодня хочешь изменения в своей жизни, чтобы Слово Божье проникло, прими решение сейчас. Слушай внимательно. Я буду читать. Я буду учить. Я то, что забросил. Некоторые отбросили Библию сейчас. Знаете почему? Я ее не понимаю. Я лучше прочту литературу. Я лучше поговорю с братьями. Слушай, сейчас Бог тебе откроет Слово Божье. Сегодня, в этот день. Но ты должен призвать его и сказать, Господь, я нуждаюсь Тебе. Я не хочу находиться снова в том, что я не понимаю. Я не хочу находиться в тех вещах, которые не приносят мне удовольствия. Я хочу получать удовольствие от Слова Божьего. Я когда читаю Библию, я не могу за Слово Честное. Оно настолько удовольствие. Это не скучная книга. Это самая шикарная книга. Я боюсь себя перед Словом Честное Честное. Потому что вся ночь прошла. Вот такой шарик будет. Если вам скучно, вам надо что-то делать. Что-то меня, Иисусу не скучно было, с Богом общался. Правда? Слово Божье, которое я не знаю.